Музыка Привет, я Микела А я Хрюша И мы обожаем музыку Самые классные песни и клипы Секреты успеха звезд Все о музыке и даже больше Только в Муз-Токе Смотри сегодня Загадка про музыкальный инструмент Чем отличается плейта От кларнета И как Джонни стал мега популярным Эксклюзив на канале Карусель Впереди Муз-Ток Не переключайся Хрюша, ты хочешь загадку? О, загадку? Еще бы! А подарок, если отгадаю, будет? Будет Слушай, чудесная трубочка Непростая дудочка Бывает золотой, фарфоровой, костяной Изумительно поет Всех в концертный зал зовет Так-так-так Чудесная трубочка Непростая дудочка Концертный зал А подарок-то хороший? Хороший, отгадывай Изумительно поет А-а-а! Ну так это кларнет Нет Флейта 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 Один из древнейших музыкальных инструментов Только представьте На них играли больше 40 тысяч лет назад В разные времена флейты выглядели по-разному Некоторые были похожи на простой свисток с отверстиями Другие на несколько трубочек, связанных вместе Вот, кстати, один из таких инструментов Флейта Пана Пан Это такое древнегреческое божество Покровитель пастухов И леса Однажды Пан полюбил прекрасную нимфу Сирингу Но Сиринга Испугалась Пана Потому что он был страшный С козлиными ногами И она решила убежать от него И когда она поняла, что Пан догоняет ее Она взмолилась своему отцу, старцу Нерею Ее отец, нельзя сказать, что спас ее Но он превратил ее в тростник И Пан в память о любви прекрасной нимфе Сиринга Срезал этот тростник И получилась вот такая прекрасная флейта Флейту Пана называют многоствольной А вот одноствольные более популярные Ульяна, вот мне интересно Чем все эти флейты отличаются? Высоту звука вот в таких флейтах Мы регулируем благодаря количеству Вот этих вот трубочек То есть чем длиннее трубочка Тем ниже будет звук Вот А здесь у нас получается Мы регулируем высоту звука За счет клапанов Когда все клапаны открыты Воздух выходит из ближайшего отверстия И звук получается высоким Закрытые клапаны Дают воздуху пройти через всю флейту целиком Так получается низкий звук Одноствольные флейты тоже бывают разными Некоторые держат во время игры Прямо перед собой А поперечные флейты держат вот так Боком А как ты на ней играешь? Нужно просто положить флейту А потом просто Просто выпустить струю воздуха И получается звук А губы сомкнуты? Они не совсем сомкнуты Как раз там есть небольшая дырочка У флейтистов это называется амбушюр Положение губ Языка в момент игры И часть воздуха попадает внутрь А часть устремляется наружу Причем это довольно большая часть И поэтому говорят, что на флейте играть довольно сложно Мы много воздуха тратим зря Современная флейта гораздо сложнее старинных Она состоит из нескольких частей Ее можно разобрать и настроить У нее большой диапазон И музыканты могут играть точнее и разнообразнее И интересный факт Начинающие флейтисты учатся играть не на целой флейте А на одной ее части В голове Вот так Во время игры на флейте важно правильно дышать Учитывать положение языка, горла, губ и мышц живота Чтобы играть красиво, нужно тренироваться много лет Это сложный инструмент, но очень красивый Ну а сейчас, тадам! Эксклюзив, который мы тебе обещали Все поклонники певца Джонни, скорей ты про нам! Не так давно мы с ним выбирали победителей его челленджа Больше всех нам понравились ребята под ником Братья Ка Джонни, давайте от рубрики Мусток подарим этим мальчикам приз Давай, вообще с радостью А вот призы Классные кружки-хамелеоны и футболки с нашим логотипом Какие крутые футболки! Рубрика Мусток! А потом поговорили про его творчество Все подробности в сюжете Микеллы Как я рада, что первое в жизни большое интервью записываю именно с ним С певцом и музыкантом Джонни Джонни, 24 года, настоящее имя Джахид Гусейнли Родился в Азербайджане, в городе Баку С четырех лет вместе с семьей проживает в Москве Музыкальные клипы Джонни набирают десятки миллионов просмотров Маленькая экскурсия по редакции Грим, обязательное селфи И мы готовы к разговору Оказывается, имя Джонни вовсе не сценический псевдоним Это правда то, что вас с детства так называли? Это имя мне дала мама Второе имя, так сказать А потом в школе одноклассники затруднялись запомнить мое имя Настоящее Меня зовут Джахид И я начал представляться Джонни Джонни из тех, кто прославился очень быстро Всего два года назад он начал музыкальную карьеру А сейчас один из главных хитмейкеров страны Когда вы поняли то, что вы знаменитый? На самом деле после песни «Аллея» Я как-то проснулся, и мы с Андро поехали просто в центр И в надежде, а вдруг кто знает Мы начали гулять по Арбату, по самому такого молодежного месту Вот, и к нам начали подходить один-два человека Кто-то просто вот так смотрел Типа, где-то я его видел С тех пор у него вышло несколько громких хитов Комета, ты беспощадна, без тебя я не я Гулял по городу, смотрел на эмоции людей Смотрел на природу И вот эти такие вещи меня, ну, абсолютно простые вещи Меня могли вдохновить Фанаты Джонни в восторге от его романтических песен И красивого голоса Я слышала то, что вы были звездой вашего школьного хора Это правда? И как это случилось? Ну, не то чтобы звездой Просто у нас в школе нужно было выбрать какое-то направление И вот мы с ребятами, с нашей группой, такой компашкой выбрали хор Я просто пел, мне это нравилось Я наслаждался тем, чем мы занимаемся И вот оттуда появилась такая любовь к музыке Оттуда я вообще понял, что я умею петь В девятом классе он стал солистом И задумался о профессиональной карьере музыканта Но родители были против Когда мне было 14 лет, я выбирал, куда поступить Я хотел поступить в Гнезинг, в ГИТИС, в творческий вуз И мы сидели с родителями и долго думали И тут мы пришли к выводу, что я должен заниматься бизнесом Да, я согласился с ними Я не могу перечить родителям Я всегда их слушаю В принципе, родители никогда плохого не посоветуют Но когда Джонни закончил учебу Окончательно понял, от призвания отступать нельзя Я подошел к отцу, говорю, пап Вот я закончил университет управления В сфере бизнеса Я поработал в этой сфере два года И я понял, что я хочу попробовать себя в музыке Ты меня поддерживаешь? И я тебе сказал, ну, конечно, давай, попробуй Ну, все получилось? Да, за мечту иногда приходится бороться И она стоит того Друзья, если у вас есть Какая-то мечта Если вы сердцем чувствуете Что это именно то, что вам нужно И То просто Каждый свой последующий шаг в жизни Посвятите тому Чтобы Добиться Этого А на сегодня все Слушай музыку А еще Смотри Мусток на следующей неделе Будет интересно Обещаем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok